История любви князя Петра и крестьянки Февронии до сих пор остается образцом семейной жизни. Они прожили в любви всю жизнь и умерли в один день – 8 июля. В этот день и принято отмечать День Семьи, Любви и Верности. В конце прошлого года, 30 декабря, президент Украин Янукович подписал указ о праздновании нового праздника. У нас он называется День Семьи и приходится также на 8 июля – День Святых Петра и Февронии. Икона эта была написана в Муроме по просьбе жителей Крыма, жителей села Морского с благосновения архиерея Владимирской епархии по прошению нашего митрополита. Он написал прошение на выделение мощей святых угодников и на написание иконы. О чудодейственных свойствах иконы ходят легенды. Люди просят счастья в личной жизни, обращаются к святым за исцелением. Очень много произошло чудес по молитве к этим угодникам Божьим. Многие люди помирились, многие люди просили, чтобы детки родились и детки рождались. Кто-то просто просил о решении какой-то проблемы или избавлении от горя. Мирились семьи, рожались дети, слава Богу, венчались люди. Два примера буквально. Я их постоянно рассказываю. Приходят двое раздраженных супругов. Батюшка, благословительный развод. Говорит, дай Бог, чтобы помирились, какой развод. Нет, мы друг друга терпеть не можем и не надо вам о терпимости, о любви нам ничего говорить. Эти вот кольца мы сейчас вообще выбросим. Потом одумался, говорит, нет, на икону на своих повестиях. А мы пошли в ЗАГС и ушли. По дороге в ЗАГС помирились, живут мирно до сих пор, по сей день. Икона Петра и Февронии в соборе Александра Невского пробудет до 28 июня. Далее Алубка, храм святого Александра Невского, Севастополь, Свято-Владимирский, Херсонесский собор и так далее.